Всем привет! Сегодня мы с вами приготовим очень вкусный домашний паштет из куриной печени. Для этого нам понадобится куриная печень, я предварительно ее отварила, 1 кг, 1 средняя морковь, чеснок, 2 средние луковицы и сливочное масло. Сливочного масла берем 200 г, его нужно растопить на сковороде. Добавляем в сковороду масло оливковое, 2-3 столовые ложки. И начинаем обжаривать лук и морковь до готовности, то есть чтобы они стали мягкими, сильно не зажариваем. Когда морковь и лук обжарились, вливаем в сковороду сливочное масло растопленное. Вы можете его растопить другим любым способом, можете растопить его в микроволновке. И еще раз немного обжариваем морковку и лук. Ну вот, нам пригодился наш чеснок. Выдавливаем чеснокодавку. Ой, берем чеснок, кладем чеснокодавку и выдавливаем его в сковороду. Конечно, намного удобнее было нам с вами выдавить его предварительно в какую-то посуду, но я не ищу легких путей, поэтому я выдавливаю сразу в сковороду. И даже один чесночок у меня убежал, приходилось его постоянно ловить и доставать. В общем, выдавливаем чеснок и не забываем про соль и специи обязательно. Теперь берем печень, которую мы предварительно отварили, печень куриная. Я ее еще измельчила примерно на 4-5 частей, чтобы она стала мельче. И добавляем ее к луку, моркови и сливочному маслу. Сильно обжаривать не нужно, просто перемешать, чтобы все ингредиенты объединились. Перекладываем печень нашу, ну, вернее не нашу, а куриную. Перекладываем в высокую чашу. Сейчас мы будем ее пюрировать, при помощи блендера пюрировать, что значит превращать в паштет. Конечно, очень удобно, если у вас очень мощный блендер. Он вам легко поможет превратить вашу печень в паштет. Предлагаю вам приготовить хлеб для нашего паштета. Я нарезала батон такими тонкими ломтиками. И сейчас отправлю его в духовку на 180 градусов просто подсушиться, чтобы хлеб стал хрустящим специально для наших бутербродов. Прошло минут 15, хлеб стал хрустящим, но не твердым. Итак, мы нанесли наш паштет на наш хрустящий хлебушек. Получилось очень вкусно. Можно оставить так, но я, как любитель всего необычного, решила поэкспериментировать и приготовила еще карамелизированный лук. Рецепт этого лука будет в следующем видео на моем канале. Не пропустите. Но такой вкус заставит всех гурманов восхититься этой закуской. Очень вкусно. Попробуйте. Еще на одну часть бутербродов я решила добавить тоже сладкий соус. Это клюквенный соус, который мы приобрели в магазине. Попробуйте, вам тоже должно понравиться. Всем приятного аппетита! Готовьте дома, готовьте с любовью и не забывайте подписываться на мой канал.